Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Продолжаю описание, совсем-совсем краткое описание всех сортов томатов, которые я вообще видела или которые когда-то выращивала, которые я могу вам показать вот в пачках на картинках. Золотые купола. Это название слышали многие. Сейчас я расскажу про этот сорт тем, про который кто про них не слышал. Томат крупноплодный, любительской селекции, золотые купола. Среднеспелый, среднерослый сорт сибирской селекции. Высота куста 90-150 см. Плоды красивой округло-сердцевидной формы, оранжево-желтой окраски. Мясистая и вкусная масса 400-800 граммов. Великолепно в салатах зимних заготовках, хорошо дозревают. Выращивают в 1-2 стебля, в открытом грунте, в пленочных теплицах. Отзывчив на подкормки. Достоинства сорта крупноплодность, высокие вкусовые качества и универсальность использования. Вот если мы сравним этот сорт с тем, который я до этого, вот перед ним был госпожа удача. Казалось бы они одинаковые, но нет. Этот детерминатный и он низкорослый метр. За ним уход минимальный. Но уже величина плода будет поменьше. Хотя тут и написано до 600 граммов, но золотые купола, они как-то получаются все равно более крупноплодные. Зато этот высокорослый. Его надо обязательно формировать куст, вести, как вот там написано в 1 или 2 ствола. И урожайность у него указана даже до 800 грамм. Так что этот потребует побольше ухода, золотые купола. У него будет покрупнее плод, но зато вы потратите на выращивание этих плодов. Конечно, золотые купола это непревзойденный. Он сладкий, он очень вкусный, рассыпчатый, сахаристый. Все, кто его садит, все знают, что вкус мало кто превзойдет. Вот какие сорта, сорт этот золотые купола. Но ухаживать за ним придется по полной программе. Все. Я вот вам вкратце описала золотые купола. Кто любитель затратить свои силы, но потом и получить шикарный результат, пожалуйста, можно золотые купола посадить. Продолжение следует...